Гластер Метеор F Mark VIII, Reaper, он же жнец с английского, штурмая модификация британского Метеора, которая так и осталась прототипом в реальной жизни, не пошедшим в серию. В игре же у нас его завезли в премиумную ветку в Британию на боевой рейтинг 8.0, и Метеоры, они сами по себе обладают рядом преимуществ, то есть даже в полковых боях на этих боевых рейтингах, это чуть ли не самые имбовые аппараты, у них маневренность, мощное вооружение, возможно их можно назвать даже королями вертикальных выражений, так как перекрутить их почти невозможно, однако, как это все дело играется в совместных боях, поехали тестировать вместе, это мой первый опыт тестирования подобных аппаратов, именно в совместке, поехали. Особенность в том, что помимо того, что я хочу поменять подвес, я не могу сделать себе, то есть повесить 4000 фунтов и подвесить еще 8 ракет, вот я не могу, у меня пропала кнопка создать полностью, я не знаю, эта фишка такая или в чем особенность, потому что заходя на другую любую нацию, я нажимаю в модификации, я могу манять модификации, то есть я могу их создать, то что мне нужно, вот, а в случае с метеором, к сожалению, не могу, очень много всяких хуйни вылезло, блядь, пока я все это пытался описать, но короче, надеюсь вы мысли поняли, придется видимо штурмить нам с тем, чем придется, поэтому поехали с 4000 фунтовками. 4000 фунтовки, наземные цели, задержка бомбы на 2 минуты, в принципе, это, наверное, такой одно из самых максимальных подвесов, которые можно взять, но давайте начнем с него. 1000 фунтовые бомбы, 4 штуки и наземные брони лента, с пробоем 36 мм, ну, наземная она постольку поскольку, скорее всего, две дешки ломать и кинли БТР выбивать, вот так вот мы красиво выглядим, какой контрастный красный цвет, а, ну это же просто прекрасно. Выглядит очень красиво, наверное, один из самых эффектных премиумных самолетов, которые я вообще снимал обзоры, но давайте посмотрим, насколько это все дело эффективно, красивые там и красивые, это одно, давайте пробовать, что мы тут сможем сделать, мы попали в конец списка, это, знаешь, что уже радарные зенитки с сопровождением РЛС, довольно страшные зенитки и которые, короче, против которых мы не сможем остаться незамеченным, единственное, сразу вижу минус, что у нас нет баллистического вычислителя, было бы классно, если бы он был, но, с другой стороны, вооружение тут так довольно мощное, хотя у того же шведского САБа баллистический есть, ну ладно, мысли вслух, мысли вслух, мыслями вслух, так сказать, давайте уже непосредственно приступим к штурмовке, у нас один из лучших показателей на своем боевом рейтинге в вертикальном маневре, то есть, значит, что мы, в принципе, довольно просто сможем выходить из вертикального пикирования, вот, но проверять не то, чтобы мне это сильно хочется, однако вариантов, как видимо, у нас с вами нет, давайте пробуем найти какие-нибудь танки, вон вижу, кто-то стреляет, ну давайте зайдем, вон, там сразу двое стоят, что ли, там сразу двое, ну была не была, заходим на товарищей, у меня пошла, кстати, три бомбы, и забрали мы только один, да почему пошли три бомбы сразу, большой вопрос, не понял, я вроде один раз нажал на пробел, вряд ли он задвоился, ладно, допустим, я чего-то не знаю, по-моему, это есть что-то БТРовское, другое дело, хоп-хоп-хоп-хоп-хоп, ой-ой-ой, очень-очень необычно он себя ведет в резких маневрах, я не знаю, как вам это описать, но, видимо, из-за своей особенности крыла и такого широченного хвоста, вот это прям чувствуется, через вертикаль просто прекрасно он заходит, то есть через вертикаль, автопушки, все дела, вот, не нарваться бы, картонных целей, в принципе, тут довольно много на этих БРах, вот, но один раз нарвешься и до свидания, вот, мне непонятен вопрос только, почему у меня бомбы сбросились, не так, как я бы хотел, чтобы они сбрасывались, жалко тратить даже бомбы на таких товарищей, вот, неплохо, как-нибудь, может, попробуем даже с ледкой повиражиться, если таковая будет, вот, если не будет всяких неприятных зениток, можем еще на кого-нибудь бомбу скинуть, но вот, что-то не видно пока никого, говорят, там кто-то есть, да, вон, вижу, кто-то дымился, через вертикаль просто прекрасно заходит, охренеть, нет, это был не танк, это был кратер, вот он, вот он, так-то даже двое, ну, вот как-то так, в теории, надо отправить бомбу, ага, с кайфом отправили бомбу проверять, вот, непривычно без баллистического, надо привыкнуть, надо привыкнуть, согласен, ладно, давайте попробуем реализовать нашу автопушку, у нас наземные цели, не уверен, что мы пробьем таких ребят, как 54-ку, с учетом того, что там у них еще кто-то зарезался, давайте-ка улетим лучше отсюда, вот, отдельная, отдельная приятность в том, что у нас этих пушек целых 500, там, ну, сколько мы там постреляли, мы сделали два фрага с пушек, и при этом у нас еще осталось 500, вот, это приятно, какая-то зенитка, как будто бы с этого респауна стреляла, или я гоню, вот, какой он красивый, мать его, очень приятный, все-все-все, он начинает заливать уже зенитки, надо нам уходить, ребята, надо уходить, 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 почти, видимо, если доигрались, было бы здорово встретить какую-нибудь летку, чтобы все-таки свои силы как-то тут попробовать, но, да ладно, вот, бомбы мы скинули ужасно плохо, однако, в принципе, в принципе, и без бомб этот самолет чувствует себя комфортно, вот, Но, единственное, там уже цель надо выбирать чуть повнимательнее Ладно То есть вы хотите сказать, что это зенитки по мне попались с такой дистанции? Нихера себе Ну вот чего-чего я не ожидал Так это что с такой дистанцией по мне зальют и попадут, да причем так точно Ладно, первый бой получается у нас 4 фрага Вот, а 4 фрага в первом бою довольно неплохо Давайте все-таки попробуем получше бомбы скидывать Но это уже в следующем бою, погнали Ладно, вы очень долго просили меня взять, попробовать ракеты на этом самолете В принципе, ваша просьба выполнена, ребята, давайте пробовать Видимо, вот эти вот бомбы, которые у нас по центру висят Видимо, они скидываются с серии Вот, я не до конца это понимаю Давайте попробуем начать еще раз бомб и реализовать их каким-то образом Так, чтобы они в цель попали Вот, примерно я понял, как они летят Давайте это и выясним Неплохо, неплохо Первый бой мне, в принципе, понравился Прекрасно, что у нас есть довольно внушительный боезапас Приятное бронепробитие 4 целых пушки И, соответственно, вполне себе весомый арсенал для наземки Вот, и даже, по-моему, еще не самый максимальный То есть можно еще в теории подвесить бомбы Вот, ну, ладно, зачем нам столько бомб Поехали пробовать В принципе, можно заходить вертикально Метеор, как никто другой, мне кажется, идеально практически выходит На скорости из вертикальных маневров Вот, но Это уже все нюансы Давайте пробовать Начнем также с бомб Попробуем их как-нибудь красиво откинуть А, кстати, воздушный тормоз у нас есть И воздушный тормоз, в частности, у нас есть Вот они там Вот эти штучки вылазят с крылья И давайте на воздушном тормозе спустимся И попробуем по кому-нибудь отработать идеально Вот, кстати, танк, видно Жмет, кстати, довольно сильно наш средний Да, и довольно некрасиво Давайте начнем с него тогда Непонятно, что это Другое дело Бомба улетела, кстати, она довольно бесшумно ушла Я даже не понял до конца Ушла ли она или нет Но Да ладно Давайте сразу вертикаль, в принципе, чем нам терять Вон, видно, кстати, что-то, по-моему, картонное Блин, я надеюсь, что это не зенитка Вроде бы нет Очень сильно подставляюсь под авиацию Таким вот форматом, правда Нам бы избавиться от бомбы А вот, а то что-то как-то мне не нравится Моя маневренность с бомбами Ну да ладно Оп-оп-оп-оп-оп-оп-оп Ага, даже так Ну ладно Заходим еще раз Выбираем ракеты Пробуем спамить ракетами Где враги? Тут врагов как будто бы нету На этой стороне На Б видно, товарища, какого-то Картон Слушайте, вроде бы картон Блин, надо было ракетами заливать Но я думал, что я добью его с автопушек В принципе, он довольно критованный остался Давайте попробуем еще раз его добили Пойдет Пойдет, пойдет Летки не видно, кстати, предварительно Вот нам бы этот момент не проморгать Чтобы мы без энергии этот не остались И на нас какой-нибудь истребитель некрасиво не зашел Вот, а так, в принципе, будет все четко Ну давайте, ракеты Ой-ой-ой Ну, прямое попадание было Было прямое попадание ракетой и пулемет Вот Как бы Такие дела Ну, сомнительно, сомнительно Все-таки, мне кажется, автопушки тут будет даже посерьезнее Потому что, вот смотрите Ну вот Кстати, там еще что-то стоит То, что мы можем, в принципе, пробить Прекрасно То есть, по сути-то своей прекрасно С автопушек можно разбирать Можно бомбы ставить Откидывать их первым залпом Вот И там 3-4 фрага В основном вам гарантированы Давайте все-таки попробуем дореализовать Ого-го-го-го Некрасиво это получается Залил просто все ракеты Забрал в итоге Какие-то танки Зенитка Что-то очень долго на меня наводится Блин, ну вот навелась же все-таки Некрасиво Надо уходить Ну, конечно Конечно, конечно Нормально уходим Вроде бы Это зенитки без захвата АРЛС Поэтому и по нам На дистанции отработать будет тяжело Слышно летку Слышно, не видно Видно Что-то некрасивое Кстати Поршневое Вот, а поршневики По всей видимости нас крутят Что ты? Юнкерс что ли? Боже упаси Что ты тут делаешь, бедняга? Вот, приятно Чувствуется приятность в управлении Чувствуется, в принципе, приятность В штурмовке И нет ли у них там еще Этой зенитки Которая по нам заливала Есть Плохо Ну нет Ну что? Но он должен был уже выходить из НВУ Неправильно это все Весь черный корпус Просто в нулину черный корпус Пойдет Пойдет Идеально Блин, прекрасно, прекрасно Вообще прям чувствуется приятность Вот Под выбили фюзеляж Видно, что мы уже летаем Не так бодро, как летали до этого Однако У него тоже прям плохо Да, но под вертикали Я бы сейчас тут сильно не рисковал Ооо Вокруг своей оси Крутимся, это мы вообще слабо Прям слабенько, я бы даже сказал И, кстати, закончились пушки Вот То есть мы отработали всем Мы сделали 5 фрагов При этом С учетом того, что если бы мы Точнее, скинули бомбы Если бы мы взяли, в принципе, бомбы То мы бы сделали больше фрагов По всей видимости, в этом мы ничего не сделаем Слушайте, ну кайф В принципе, мне нравится То есть как премиумный самолет Мне кажется, он помимо того, что и Авиационный бой может дать Неплохой Так помимо этого Он еще и штурмит Вполне достойный Причем не только с подвесов Так еще и с пушки Но давайте попробуем его И в еще одном бою Для адекватности Поехали Короче, ребят, ладно Давайте крайний вылет Попробуем что-то сделать В общем, предварительное мнение следующее Вполне себе хороший самолет Не имба Вот То есть имбовости здесь нет Однако Вполне себе хороший Вполне себе годный То есть для имбовости Мне кажется, вот ему не хватает Как будто бы, знаете Баллистического вычислителя Вот тогда бы это была мета Имба Все, что хотите Еще То есть он прям был бы Ну, люто токсичным Даже в каком-то смысле А так он просто хороший Вот, приятно То есть, короче, бомбы Получается у нас реализовывать не все Но я уверен, что если пристреляться К этому всему делу То, мне кажется, можно это делать Вполне спокойно Ну, ладно Давайте заходим Давайте пробуем прям с максимальной скоростью Войти в пикирование Прям практически в вертикальное И из него выйти Что у нас получится Я сам не знаю Но очень интересно попробовать Все это дело Так как мы все-таки Тестируем самолет Как будто бы слышно Летку Здрасте Приехали Я дико извиняюсь Прям дико Ну, что-то попутали, товарищ Явно На подлете буквально услышал Довольно с интересной позиции Кстати, он заходил Окей Окей, окей, окей Давайте попробуем заходить В эти замечательные дымы Вот там какая-то зенитка зарезалась И тут, возможно, кто-то есть Блин, не видно ни хера Давайте уходим Уходим Надо, короче, не подставиться под зенитки Вот, они любят, знаете, резаться Вот прям, когда ты заходишь Как раз-таки на цель Ну, да ладно Прекрасно маневрирует от вертикали Просто божественно Ну, просто супер Ладно Заход Видел как раз товарища тут Какого-то По-моему, это то, что Вполне может пробиться Вот таким вот макаром Но Мы не сильно гордые Мы... Ой-ой-ой Что-то страшное? Ах, ты мой красавец Ты мой малыш Давайте уйдем А то мы что-то наглеим Наберем немного скорости А то там Не дай бог Что-то зарясается еще Вот мы получим люлей И все Нормально Это было прям хорошо сейчас Прям было приятненько Вот, ну ладно Мне кажется, что вот, знаете Он наоборот Вот у большинства самолетов У них как будто бы Чем выше скорость Тем больше Утяжеляются рули высоты А вот у Метеора У него вот прям после 600 Они прям работают лучше всего И чем выше у тебя скорость Тем как будто бы Маневр реально становится лучше Вот это прям ощущение моей Не знаю, как оно в реальности Но как будто бы так оно и есть То есть чем выше тут скорость Тем лучше маневренность Давайте пролетим вот так вот Над ребятами Я очень сильно надеюсь Что тут нет каких-то жестких зениток Теряем скорость сильно Нам бы лучше этого не делать Там какие-то танки Почему-то А, до сих пор не за нами Почему? Давайте не будем сильно подставляться Под респаун Давайте пробуем Именно штурмить Где-нибудь вот здесь Вот хотя как тут Под респаун Не поставишься Просто тоже хороший Так, цель Ах, откинул бомбу по ней Но зато Довольно точно Вот, довольно точно Это приятно Заряд из них, конечно же, вулкан Вот, это значит, что Подлетать нам близко теперь суперопасно Вот, как бы наш вертолет Под него не поставил Не, он прям по мне начинает заливать Прям очередь Вот, ну ладно Я, слава богу, улетел Бомбу я отправил, кстати, точно Но, тем не менее Давайте думать Что ли Что делать со всем этим Летки, кстати, как будто бы Прям нет Вот, сегодня самолет встретился И то случайно А больше я никого не вижу Вот, странно Хотелось бы все-таки проверить Его в авиабоях Но, видимо, не осуждено На С, кстати, есть товарищ Который захватывает эту самую С Вот, что, пробуем зайти Ну, была-не была Была-не была Я надеюсь, вулкан Единственная жесткая история Которая у них там есть Вот, на С бы мне еще, правда, увидеть Товарища Не вижу я его, к сожалению Пока вулкан там Пытается Что он делает То по кому он стреляет Он не умеет ставить захват РЛС Прям как-то суперкриво Его Это что такое? Самолет? Здравия желаю, дядя И не только здесь Еще где-то слева Скайшарк Товарищ Тяжело тебе, короче, будет, дядя Вон, давай Долетишь, напишешь На шесть к нам бы не сел Сейчас еще Что прям по красоте Мы откинулись Тут с вами, друзья Вот танк Живой, не живой? Слушайте, живой Как будто бы должна долетать Идеально Да что ты творишь-то, мужик? Спокойся Спокойно Что такое? Запрещенка какая-то уже началась Ну явно То ли пантера это, то ли бух Его знает, что это Тут неприятное Кто? Визелек? Визель ты, что ли? В натуре визель Ха-ха Эх Поздно я тебя заметил, дядя Жалко, что ты меня тоже заметил Не очень это приятно О, ну да ладно Да, в натуре визель Я не помню Но по-моему Вот у него есть ограничения По наведению орудия По вертикали И как будто бы мы Если зайдем Прям вот так То он нам практически Ничего не сделает Я могу Сильно ошибаться На эту тему, друзья Давайте выясним А слушай, нет Нормально Выходит просто Просто Ну это слишком приятно Как будто бы, ребята Ой-ой-ой Что такое? Что такое? Не надо? Я не знаю Ну то есть он прям Он прям идеально Выходит из вертикального пике Прям гениальный Я бы даже сказал Идеальный Гениальный Да как хотите Это называйте Вот А поштурмить Это вообще Ну типа это прям Приятно То есть он Бэха была там Каким-то чудом У него кстати выжил Один членок экипажа Вот Ну да ладно Давайте по всей видимости Мы ее добиваем Восьмой фраг Оформляем И В принципе Бой скорее всего Этот уже будет закончен Не надо Видите как он выходит То есть он выходит Из таких виражей Из которых Мне кажется Не каждый истребитель Вышел бы Восемь фрагов Восьмой Восьмой Спросите Меня приятно Ли это Я вам скажу Чертовски приятно Друзья А Закончилось У меня все Со всех наших Подвесов Мы с вами Товарищи Настреляли Восемь Киллов Вот То есть это Сначала мы сделали Четыре Потом пять Потом восемь Я думаю Прекрасная серия Вообще Просто Практически идеально Очень хороший самолет То есть как говорю Не имба Но если научиться Реализовывать Пристреляться По бомбам Мне кажется ТТХ Вот этого самолета Они Ну чуть ли не самые Высокие на своем Боевом рейтинге По сути Вот То есть попадая в топ Списка Можно быть уверенным Что мы практически Любого крутим Особенно через вертикаль И скорее всего С наших Четырех Двадцаток Мы его разбираем Прекрасно Прекрасно То есть ощущения Я думаю Вы и сами получили Неплохие От этого обзора Вот А если он вам зашел Не забывайте на него реагировать И в следующий раз Обязательно Мы что-нибудь еще интересное С вами взятестим С вами был Столяр Друзья До будущего Надеюсь до светлого Спасибо за этот обзор И пока-пока